МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 января вступили в силу несколько новых законов. Так, болеть теперь стало невыгодно. Для оплаты больничного установили новую формулу. Среднюю зарплату будут начислять только при стаже от 15 лет. Кроме того, с этого года начнут выписывать электронные больничные листы. Несколько новых законов имеют отношение к водителям. В частности, система «Эроглонас» стала обязательной для всех новых автомобилей в России. По сути, это тревожная кнопка, которая вызовет спасателей в случае аварии. Цена машин из этого может существенно вырасти. Есть новшества и для страховых компаний. Теперь они обязаны выдавать электронные полисы ОСАГО. А для злостных нарушителей стоимость полиса выросла в три раза. Изменилась в большую сторону и пошлина за выдачу автомобильных прав. А вот перевозить детей в машине стало проще. Если ребенку от 7 до 11 лет, он может ездить на заднем сидении без кресла. Достаточно штатных ремней безопасности. Новогодние каникулы в городе прошли без серьезных происшествий. Число крупных аварий и пожаров даже уменьшилось. Однако без жертв все равно не обошлось. Причем многие не были связаны с последствиями бурного застолья. Несколько горожан провалились в колодцы. Один погиб и пострадал один ребенок. Мэр поручил проверить все колодезные люки. Подробнее Михаил Гекимов. Новый год для Новосибирска начался хорошо. В первые дни, когда все экстренные службы особо бдительны в связи с праздниками и народными гуляниями, число происшествий заметно сократилось. А на самих праздничных площадках их вообще не было. Главная опасность любых больших праздников – пожары в этом году не были масштабными, докладывают мэру. У нас на территории произошло 18 пожаров, что значительно меньше, чем с аналогичным период прошлого года. А значительно это как? Значительно это 18 и 28, минус 10. Вот так. Это почти на 40%. Ответственные за уборку снега продолжали работать в каникулы, как в будни. Дороги расчищали и днем, и ночью. Без внимания не оставили и крыши. Сосульки и снег не падали. Падали прохожие в открытые колодцы. Так упавшая девочка получила серьезную травму головы. Ее состояние стабильное. Еще один мужчина в состоянии опьянения перебрался через ограждение и упал в яму, разрытую для ремонта теплотрассы. Когда его обнаружили, он уже скончался. Один из трагических случаев произошел здесь, в гаражном кооперативе Затулинского микрорайона. Пожилой мужчина чистил снег, отошел в сторону, чтобы уступить место прохожему, и провалился в этот колодец. Прибывшие на место спасатели увидели, что колодец заполнен водой. Только после того, как ее откачали, смогли достать тело погибшего. По словам очевидцев, после падения мужчина еще был жив. Оказавшиеся рядом люди пытались ему помочь, но не успели, прежде чем колодец заполнило водой. Покричали, покричали. Он откликался, откликался. Я побежал здесь по гаражам в вировку, чтобы найти. Ну все, в вировку не нашел, вернулся. Здесь уже еще пацан подошел, вызвал МЧС. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по всем этим происшествиям. Их не оставят без внимания и в мэрии. Глава Новосибирска уже распорядился проинспектировать все колодцы в городе. Закрыты ли они люками и в каком они состоянии. До 23 января провести проверку системности и организации контроля за состоянием люкового хозяйства всего в городе Новосибирске. Независимо от того, чья собственность. Это собственность наша, муниципальная, или это собственность предприятий, ведомств. После этой проверки и результатов работы, которые представят следователи полиции, будет ясно, кто конкретно понесет наказание и каким оно будет. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Топить снег теперь будут и на левом берегу. На улице Широкой в тестовом режиме запущена еще одна слегоплавильная станция. Первая, работающая с декабря 2013 года, находится в Дзержинском районе. Новая станция оборудована канадской газовой установкой. За сезон там планируют плавить 400 тысяч кубометров снега до 7 тысяч в сутки. Концессионное соглашение на строительство станции на 14 лет мэрия и застройщик заключили в августе 2016 года. Объем вложений 250 миллионов рублей. Сейчас рабочие налаживают оборудование, тестируют все системы. Через две недели, если не будет сбоев, Ростехнадзор выдаст разрешение на эксплуатацию. Пока установку проверяют, плавя снег из железнодорожного района. То есть на сегодняшний день у нас стабильная работа и две снегоплавильные станции, которые позволяют переплавлять 15 тысяч кубометров снега в сутки. Накопительно на сегодняшний день вывезено снега с улиц города 1 миллион 450 тысяч кубометров. Для сравнения, в прошлый год у нас вышел 1 миллион 600. Возле заброшенной гостиницы на площади Маркса почти закончили демонтаж забором. Строительное ограждение больше 10 лет закрывало площадку, на которой должен был появиться пятиэтажный торгово-развлекательный центр. Треугольный участок почти в половину гектара на пересечении улиц Титова и Ватутина предоставили в аренду еще в 2006 году. Предполагалось, что на пустыре вырастет торговый центр с кинотеатром, ресторанами, магазинами и даже оздоровительным центром для детей-инвалидов. Строительство оценивали в несколько десятков тысяч долларов, но закончилось все лишь возведением пятиметрового забора. Поэтому в июле прошлого года мэрия Новосибирска приостановила действие договора. Решение о дальнейшей судьбе пустыря пока не приняли. 7 января, в самый светлый праздник, горожане смогли помочь нуждающимся. В нашем городе прошел традиционный благотворительный базар. Посетители могли купить вещи, сделанные руками новосибирцев. Собранные деньги пойдут прежде всего на помощь детям. О рождественском чуде расскажет Александр Медведенко. Морозное рождественское утро в Новосибирске началось с самого доброго праздника. На главной площади города начал работу рождественский благотворительный базар «Добродар». Это праздник добра. Это Рождество, когда надо делать добро людям. И вот уже месяц до этого праздника во всех школах, во всех наших социальных центрах, в молодежных центрах, в дворцах, в домах культуры, дети, взрослые собирали специально такие подарки, игрушки, какие-то поделки, которые можно здесь продать. Потому что весь сбор сегодняшней выручки, все, что сегодня будет здесь продано, будет передано в дар через детские специальные благотворительные фонды тем, кто нуждается. Сладости, хороводы и рождественские песни. Каждый мог найти здесь развлечение по душе. Мы только недавно пришли и как раз попали в хоровод. Так что мероприятие очень красивое и самое главное, что очень позитивное. Мы очень довольны, что мы пришли сюда и принимаем участие со всем народом. Отмечаем этот великий праздник. Есть здесь и открытки, и печенье, и вязаные игрушки. Главное условие участия в благотворительном базаре – все должно быть сделано своими руками. Ну, конечно, подарки, главное, делаются с душой. Это и картины, и поделки, и вязаные, рукавишки, варежки, все, что душе угодно. Это возможность помочь детям из детских домов, из приютов различных. И они это делают, передача их чувств другим людям. Основной тематикой этого базара стал традиционно символ года. Продают петуха на удачу, на любой вкус и кошелек – от 50 до 1000 рублей. Понравилось, и год петуха надо что-то особенное, петушинное взять специально. Я каждый год бываю здесь и всегда что-нибудь покупаю. Но, как отмечают организаторы и участники Добродара, главное – это не собранные деньги, а передача добра в такой светлый и всеми любимый праздник – Рождество. Александра Медведенко, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Снеговиками в дартс сыграли юные мастера на Сибирском фестивале снежных скульптур. Взрослые поразить жюри пытались сложностью композиции и глубиной мысли. В этом году погода мастерам помогла. Скульпторы смогли воплотить в жизнь сложные задумки. Кто стал победителем фестиваля, расскажет Александр Вяткин. Обычной теркой и небольшой лопаткой Абдуль на Сибирском фестивале снежных скульптур создает настоящее произведение искусства. Для работы над мелкими деталями мастер пользуется стамеской. Еще несколько штрихов и скульптура на экологическую тему готова. Идея в том, что мы безжалостно пользуемся ресурсами. Ну, это обычно углеводородные, но не думаем совершенно о развитии альтернативных видов источника энергии. Мне кажется, это очень серьезная проблема. Именно проблемам экологии и природе в целом в этом году посвящен Сибирский фестиваль снежных скульптур. За победу борются мастера со всей страны и даже из Казахстана и Киргизии. Сибиряки чувствуют преимущество. Во-первых, проще в команде работать. Во-вторых, проще работать сибирякам. Потому что люди, приезжающие из Сочи или из Санкт-Петербурга, а люди, приезжающие, даже скульпторы хорошие, не всегда могут понять ощущение снежное. Ощутить возможности снега пытаются и дети. Для них отдельный конкурс. Но юные скульпторы удивляют не только сложностью в выполнении фигур, но и задумками. На эту композицию ушло больше 10 морковок. По задумке юных скульпторов. Снеговики играют с собой в дартс, скатываются с горки и носом стараются попасть в цель. Некоторые теряют при этом свои морковки, а один из снеговиков вовсе пробил с собой мишень. Попасть в десятку удалось скульпторам из Горно-Алтайска. Их композиция по произведению Хамингуэя «Старик и море» чаще других привлекает внимание прохожих. Произведение читал, и вот она действительно сразу же напоминает море, напоминает рыбалку. Действительно, вот в этой скульптуре видно о том, что невзирая ни на что, старик выполнил то, что он захотел. Жюри с новосибирцами оказалось солидарно. Авторы композиции «Старик и море» заняли первое место на сибирском фестивале снежных скульптур. Мы оценивали оригинальность решения, поскольку уже не один год участвуем в этих конкурсах, так, чтобы они не повторялись, конечно. Мы оценивали мастерство, детализацию работы, технику исполнения. А кубок мэра получила команда из Братска за скульптуру славянского бога Велеса. Посмотреть на произведения снежного искусства можно в Первомайском сквере. Скульптуры будут стоять здесь до конца января. Александр Вяткин, Александр Медведенко, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Девятого января, почти 250 лет назад, в России появились бумажные деньги. Первые ассигнации ввела в оборот Екатерина Вторая. Медные монеты, которые тогда были основным платежным средством, стали неудобными для подсчета и перевозки. Например, 500 рублей представляли собой телегу медиков. С тех пор деньги в России менялись неоднократно. По некоторым данным, свой вклад в производство банкнот внес известный сибирский архитектор. Анна Гурьянова узнала, почем нынче деньги и вытеснит ли пластик привычные купюры. Настоящую любовь к деньгам питают не только скряги, но и коллекционеры. Если монеты собирают нумизматы, то за банкнотами гоняются банисты. Ради редких экземпляров коллекционеры встают в очередь, торгуются на аукционах, ищут годами. Они, как никто другой, знают цену деньгам. Сотни тысяч уходили вещи. Буквально от 200-300 тысяч и выше. Есть люди, которые собирают и готовы тратить такие деньги на бумагу старую. Первые купюры были простыми и одноцветными, но уже тогда на бумаге были вводяные знаки, что, впрочем, не спасало от подделок. Уже через полтора года после появления бумажных денег в России ввели смертную казнь за изготовление фальшивок. А с преступниками решили бороться красотой и изяществом. Подделать такое произведение искусства было гораздо сложнее. Банкноты более ранних годов, они, конечно, очень красивые. Это, скажем так, в период после 61-го они очень сильно упростились, рисунок стал попроще. Российские бумажные деньги пережили войны, революции, реформы. В 1915 году напечатали банкноту достоинством в одну копейку. А спустя 9 лет в магазине можно было расплатиться купюрой в 1 миллиард рублей. Во время гражданской войны деньги выпускали чуть ли не в каждом регионе. В Омске печатали так называемые «колчаковские». Есть даже легенда о том, что дизайн сибирского рубля придумал наш архитектор Андрей Кричков. В Томске буквально недавно нашли рукопись, автобиографии, предположительно, что написанную лично Кричкову, где он как раз пишет о том, что он участвовал при разработке эскиза от колчаковских денег. Но дело в том, что, во-первых, не подтверждено пока, что это именно его рукопись. Но за эту версию выступает тот факт, что он в это время как раз жил в Омске. Во время перестройки в России была попытка ввести безналичный расчет, но чековые книжки у нас не прижились. Сейчас расчеты переходят в онлайн. Все больше россиян доверяют пластиковым картам. Количество таких операций к 2020 году вырастет в три раза. Совсем вытеснить бумажные деньги, металлические деньги, ну, наверное, вряд ли. Все-таки вы знаете, что скоро появился автомобиль, все-таки лошади где-то остались. На купюрах печатали портреты императоров, героев Отечества и вождя революции. Двуглавого орла сменял серп и молот и даже свастика. На современных банкнотах увековечили достопримечательности российских городов. И даже устроили голосование за право появиться на новых купюрах. Но символы Новосибирска, зоопарк «Бугринский мост» и оперный театр из конкурса выбыли. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Какие юбилеи известных горожан и значимые даты в истории города уместно вспомнить в этом году. Сотрудники областной научной библиотеки и государственного архива презентовали календарь памятных дат. Станислав Якушевич познакомился с альманахом и поговорил с теми, кто попал на его страницы. Юбилей отмечает и авторский коллектив ежегодника. Памятные даты выходят уже в 50-й раз. За это время на его страницах появилось более 900 статей и биографических очерков. Документальную базу пополняют обнаруженные в архивах неопубликованные источники. Исследователями находятся новые цифры, новые даты, новые какие-то события о людях, какие-то биографического плана там, да, потому что исследователи занимаются конкретными вопросами. Из-за своего небольшого тиража историко-культурный альманах сразу становится библиографической редкостью. И вот даже нашей съемочной группе его дали только подержать в руках. Как сказали его составители, он мог бы быть раза в два, а то и в три толще. Но уж каждый факт, каждый архивный документ, каждая биография, которые сюда попали, стоит того. 2017 год богат на события. Город отметит 80 лет со дня основания филармонии, 120 лет исполнится речному пароходству и началу движения по железнодорожному мосту. 70 лет – зоопарку. Каждая дата, каждая статья перед включением в альманах тщательно обсуждается. Целый год специалисты вели поиски в архивах, в ведомственных музеях, перелистывали старые газетные подшивки. Очень большая разыскная работа. Это связи с потомками выдающихся земляков. Это все время нужно налаживать контакты с организациями, проверять необходимую информацию. 75-летие отметит и Михаил Омбыш-Кузнецов. Многих из героев альманаха художник знал лично и даже писал их портреты. Я вот писал портрет Анатолия Иванова, то первое, что я вспомнил, что он меня драл за уши за то, что я ему окна на веранде разбил. То есть встречи были такие жизненные, непосредственные. Также памятные даты Новосибирской области будут доступны в электронном виде. Расширенную версию альманаха разместят на сайте Новосибирской областной научной библиотеки. Станислав Якушевич, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Полезная и интересная информация также на сайте nsknews.info. Там можно узнать, почему закрылся дельфинарий. И на этом все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова